Всем привет! Продолжаю читать книгу Game Engine Black Book Wolfenstein 3D, автор Фабиэн Санглард. Сегодня продолжаем, ну как и ранее, знакомиться с архитектурой движка. Поехали! Итак, основная проблема была в том, что экосистема ПК, ну персональных компьютеров, в то время была неоднородна. С разными загруженными драйверами и разными звуковыми картами движок должен выяснить, сколько оперативной памяти установлено и сможет ли он работать. Если нет, он должен сообщить пользователю в чем проблема. Это было важно, поскольку в ID Software работало немного людей, а точнее мало, и у них не было ресурсов для устранения проблем с клиентами. Смотрим на экран. Для этого и нужен экран самодиагностики, ну который вы, собственно говоря, и видите. Помимо отображения распознаваемых устройств, таких как мышка, джойстики, звуковые карты, наиболее важная метрика этого экрана входа в систему помечена как Main. На скриншоте колонка, а внизу под колонкой текст Main. Из-за архитектуры, которая была описана ранее в главе 2, программа DOS имеет только 640 кБ ОЗУ. Каждый загруженный пользователем драйвер отжирает килобайты из этих 640 кБ памяти. Если DOS не может загрузить исполняемый файл в ОЗУ, пользователь увидит сообщение об ошибке. Смотря на этот экран самодиагностики, игрок видит, что Wolfenstein 3D требует не менее 320 кБ обычной оперативной памяти. Джон Ромеро написал об этом примечании к выпуску, чтобы помочь людям понять, что происходит и избежать гневных звонков. Во время отображения этой картинки, единственным загруженным диспетчером является диспетчер памяти. У движка еще нет даже файловой системы, к которой он мог бы получить доступ. Смотрим на экран. Поэтому этот экран самодиагностики скомпилирован внутри исполняемого файла. Все, что делает движок, он загружает палитру в VGA. Копирует растовое изображение экрана самодиагностики из оперативной памяти в видеопамять. И заполняет блоки термометра зеленым или желтым в зависимости от того, что было обнаружено, а что нет. После этого экрана самодиагностики переменная Intro SSCN выгружается из ОЗУ, чтобы освободить больше места. К слову, если разрешение экрана 320 на 200 пикселей, то освободится 64 тысячи байтов. У всех VGA режимов отсутствует возможность двойной буферизации. Самый привлекательный режим в VGA это 13. 13 режим предлагает один буфер. Не квадратные пиксели. Разрешение 320 на 200. И 256 цветов. Чипсет VGA Chain 4 автоматически сопоставляет оперативную память, начиная с адреса A0000. С четырьмя банками видеопамяти. В обычном режиме разработчику не нужно беспокоиться о банках памяти. Смотрите на экран. Экран можно было очистить с помощью вот такой вот незатейливой функции. Поскольку 2 бита из адреса используются для маршрутизации операции записи или чтения в банку памяти, то 14 бит используется для фактического смещения в банке. Почему 2 бита? Ну а потому что у нас 4 банки. И чтобы понять в какую банку писать или читать, нужно хранить информацию о номере банки. Вот как раз в 2 бита и влазит 4 варианта. А это 4 банки видеопамяти. Поскольку 14 битов могут адресовать только 16384 значения, то эта система приводит к тому, что 75% видеопамяти остается непригодным для использования. Понимаете? 75% памяти тратится впустую. Такая потеря, конечно же, серьезный косяк схемы ЧН-4. Ну, да, ЧН-4. Однако, оказывается, что это можно отключить. Этот метод был популяризирован Майклом Абрашем в журнале доктора Добба за июль 1991 года. В своей статье он написал то, что он придумал для МОД-Х. Недокументированная последовательность операций, отключающая ЧН-4. И обеспечивает разрешение 320 на 240 квадратных пикселей, так как соотношение составляет 4 к 3, и полный доступ к 256 килобайтам памяти. Вольфенштейн 3D работает несколько иначе. Он отключает ЧН-4, но сохраняет разрешение 320 на 200. Год спустя этот режим был назван как МОД-Игрик. Есть две причины, почему команда не использовала разрешение 320 на 240 с квадратными пикселями. Несмотря на преимущества для художников, экран использующий МОД-Игрик, имеющий разрешение 320 на 200, имеет 64 тысячи пикселей, что на 17% меньше по сравнению с режимом МОД-Икс, у которого разрешение экрана 320 на 240, а это в свою очередь 76 тысяч 800 пикселей. Для движка важно достичь приемлемого количества кадров в секунду, а МОД-Икс имеет слишком много пикселей на кадр. Ко всему прочему, это было бы неудобно для художников, которые работали с Deluxe Paint. А он работал в 13-м режиме, 13H режиме, у которого пиксели не квадратные. Это все создало бы такие неудобства, как создание и отрисовка ресурсов в разных разрешениях. Смотрим на экран. Волшебство происходит в функции VLD-PLAN-VGA, где идет управление регистрами VGA для настройки BIOS в 13-м режиме. Слева вверху вы видите VL-SET-VGA-PLANE-MOD, а правее эту магическую функцию VLD-PLAN-VGA. То есть сначала включается 13-й режим, 13H, а потом идет его настройка. Регистры VGA-контроллера последовательности и контроллера CRT, контроллера монитора, настраиваются так, что они разделяют 256 кБ видеопамяти на 4 части. 64 тысячи байт для первого буфера кадров, 64 тысячи байт для второго буфера, 64 тысячи байт для третьего буфера кадров и 70 тысяч 144 байта для графических ресурсов. Но это все вот нагляднее можно увидеть вот на этой картинке. Но после всех этих действий движок еще не готов. Настройка 13H режима в режим MODY решает одну большую проблему, но создаются две проблемы поменьше. Первая это скорость, а вторая это корректность или точность, ну или правильность. Давайте сперва глянем на скорость. Смотрим на экран. После настройки видеорежима, Chain4 больше не управляет определением того, в какую банку видеопамяти писать. Вместо него это делает разработчик с помощью вот этой вот простой функции, которую вы видите на экране. А теперь посмотрите на эту функцию очистки экрана. Код выглядит безобидным, но тем не менее он не может работать быстрее нескольких кадров в секунду. А если быть точнее, то 5 кадров в секунду на карче 386DX40 с Sirius Logik VGA видеокартой. Проблема в том, что мы заменили то, что было на стороне оборудования, программной реализации. Инструкция OutPi слишком медленная. Эта инструкция используется в функции SelectPlane, то есть функции, которая указывает, в какую банку видеопамяти писать. Можно решить эту проблему тем, что нужно изменить способ рисования картинки. Вместо рисования по горизонтали, нам нужно рисовать по вертикали, чтобы уменьшить количество переключений банок памяти. Этот код, который вы видите, выполняется в два раза быстрее. И у нас уже есть 10 кадров в секунду. Но чтобы достигнуть 70 кадров в секунду, нужно было использовать ассемблерную инструкцию Rep100SV. Далее в листингах кода вы ее увидите. Эти соображения скорости отрисовки оказали фундаментальное влияние на движок. Чтобы что-то быстро нарисовать с VGA, это что-то должно рисоваться вертикально. Все, что рисуется движком, рисуется именно таким способом. Стены, спрайты, меню. В связи с этим все ресурсы в оперативной памяти подстроены под аппаратные ограничения. К примеру, графические ресурсы повернуты на 90 градусов. Ну и скомпонованы таким образом, чтобы проще было их раскидывать по банкам видеопамяти. Это мы рассмотрели одну из двух появившихся проблем, а именно скорость. Теперь рассмотрим вторую проблему. Вторая проблема режима ModY это правильность или корректность. Сейчас разберем, что это такое. С тремя доступными страницами движок пишет так же, можно сказать, рисует в страницу 1, потом в страницу 2, потом в страницу 3. После этого возвращается с записи обратно. Начинает писать страницу 1, 2, 3 и так далее по кругу. Это решает проблему потери кадра и позволяет движку никогда не блокировать вертикальную синхронизацию, потому что всегда есть буфер кадра для рисования. Страницы меняются путем указания контроллеру монитора, что он должен сканировать буфер кадра с другим смещением, после того, как окончится вертикальная синхронизация. То есть после отрисовки кадра мы меняем адрес и на экран начинает выводиться новый кадр, после чего опять меняем адрес и монитор опять начинает рисовать и так далее. Смотрим на экран. Контроллер монитора считывает смещение или можно назвать адрес, который имеет размер в 16 бит, то есть 2 байта. Этот 2-байтовый адрес формируется с помощью ассемблерных команд. Сначала старший байт записывается, потом младший. И вроде бы все в этом коде хорошо. И по идее, если его запустить, то ожидаемо мы хотим увидеть вот такой вот экран. Но не все так просто. И вместо этого экрана вы увидите вот это. Вот этот экран, на котором мы видим несовпадение части и части двух страниц. То есть на этом экране у нас части двух страниц. Вся проблема тут в атомарности операции. Контроллер монитора начинает с 16-битного адреса. Но инструкция out может записать только 8 бит за один раз. Смотрите на экран. Например, страницы расположены друг за другом и имеют вот такие вот адреса. Видеопамяти страницы 1 начинается с адреса. 0, 0, 0, 0. Страница 2. 3, E, 80. И страница 3. 7, 0, 0, 0. Чтобы контроллер монитора использовал для отрисовки вторую страницу вместо первой, нужно обновить адрес. Сначала нужно старший байт обновить с 0, 0 на 3, а потом младший с 0, 0 на 80. Поскольку, чтобы записать 16 бит, нужно две операции, а не одна, то в какой-то момент времени может происходить так, что адрес будет не 3, E, 80, а 3, E, 0, 0. Смотрите на экран. В этом листинге большим комментарием выделен тот момент, когда контроллер монитора начал читать еще до того, как обновился младший байт. То есть старший байт обновился, а младший не успел. Из-за этого получается такой кадр, который состоит из двух разных страниц. Как же сделать так, чтобы атомарно обновить в два байта, а не один? Смотрите, как движок Вольфенштейна устанавливает адреса страниц. Обратите внимание, как используется значение 208 для высоты буфера кадров. Поначалу это не имеет смысла, так как экран имеет высоту 200 пикселей. И я было подумал, что это опечатка, ведь 0 и 8 визуально близки. Но это было сделано намеренно. Уловка здесь заключается в том, чтобы использовать небольшое отступление после каждой страницы, чтобы адреса отличались только своим старшим байтовым значением. Теперь посмотрите на адреса трех страниц. Небольшой отступ между страницами делает начальный адрес кратным 256. Теперь страница 0 находится по адресу 0000, страница 1 по адресу 4100 и страница 2 по адресу 8200. Переход с любой страницы на другую требует обновления только старших 8 бит, что делает смену буфера атомарной операции. Ну а на сегодня все. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на YouTube, Яндекс.Зене и Рутубе. Очень важна ваша поддержка. Очень много есть интересных книг, которые хотелось бы оформить в таком формате и подобном. Ну и в чем же вы можете помочь? Конечно же можно задонатить. В описании есть ссылки. Видео можно переслать друзьям, товарищам. Можно кому-то рассказать. Также можно поставить лайк, написать комментарий. Кроме всего прочего, важно, когда видео полностью просматривается. Можно включать понравившееся видео на фоне и пусть проигрывается до конца. Также можно не закрывать внутреннюю стройную рекламу. И досматривать тоже ее до конца. Все это будет помогать в продвижении. Что-то в продвижении, что-то в финансовом плане. Создание подобных видео требует определенных усилий. Без вашей поддержки делать это сложно. Ставьте лайки, делитесь этим видео. А также не забываем нажать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Всем спасибо за внимание. До новых встреч.